Всем привет! Мы Борджопис Квот и сейчас поговорим о новой поставке Zero Skateboards благогожданного бренда, который вернулся на полке нашего Борджопа. И немножко о бренде. Бренд был основан в 1996 году и изначально он делал одежду. Но со временем, после ухода Джейми Томаса из той машины, Zero начали делать доски и Джейми Томас стал там первым прорайдером. И спустя какое-то небольшое время Zero присоединился к Black Box Distribution. В права на патент всей дистрибьюции вступил и также Крис Колл. И небольшой факт, довольно интересный. Я думаю, все, кто был рожден в 90-х, видели логотип. Это вот такой вот череп на футболке у персонажа из мультфильма «История игрушек» от Pixar. Там первый раз засветился вот этот черепок на футболке у персонажа. И все сразу узнали этот логотип от бренда Zero. Думаю, очень долго ждали возвращения этого легендарного бренда. И по случаю поступления его в наш Борджоп мы разыграем любую доску из этой поставки. Об условиях расскажу вам позже. После распада Black Box Distribution Zero уходит под крыло такой небезызвестной дистрибьюции, как Двиндл. Это все происходит в 2014 году и под крылом Двиндл Zero находится ровно два года. В 2016 году они объявляют вместе с ее создателем и шефом Джейми Томасом, что Zero начинает быть само по себе. Как мы сейчас знаем, Zero делается на заводе в Мексике. Этот завод называется EBS. Там также производятся такие доски, как Fucking Awesome, Hockey, Skate Mental, Wiking Skateboards и Belk. Качество суперклевое у всех этих перечисленных брендов, и эти доски делаются в Мексике. Вот, и давайте немножко поговорим о досках, поговорим о видео. Я думаю, все чуваки, которые любят панк-рок и любят настоящий скейтбординг по перилам, по ступеням, без всяких там техничных движений, все знают Zero. Начнем с такой вот модельки в классическом исполнении. Это промодель Джейми Томаса в размере 8,5. Вот с такой вот интересной графикой в стиле Zero. Все брутально. Черепа. Доски очень клевые. Они очень хорошо щелкают, проминаются, они мягкие, свежие, и я думаю, они долго будут служить в любом стиле катания ступенек по перилам или по граням. Также есть доски, у кого нет большой налички. Приемлемая цена для мексиканского качества 3,960 за доску. У нас осталась вот такая вот дощечка классическим лого и в размере 8,5. Это Team Edition, командная доска. Вот. Я взял такую 8,25, поэтому у нас ее пока что нет. Но она есть в других офлайн-магазинах и также в интернет-магазине. Можете себе заказать по вот такой сладкой цене мексиканскую доску свежую. Есть дощечка тоже Team Edition, командная. American Zero, прям как в Туни Хоуке. Размеры 8,375. У всех классический конкейв, классическая форма. Внутри наклейка Zero. Вот. И перейдем к остальным доскам. Это уже про модели, называемый Signature. Доски, которые сделаны для райдеров, под райдеров, с участием райдеров. Вот. Есть вот такая вот дощечка. Тоже с классическим... Классический дизайн Zero. Вот такой вот баллончиком как будто обведено. Довольно живая графика. В размере 8,375. Это про модель Дэйна Бюрмана, австралийского скейтбордиста. Очень крутого скейтбордиста, который не раз был на обложке у Трэшер. И... Также он катается за Вэнс Австралию и Волком. Вот. Но мы не обделили любителей 8,25. В нашем магазине еще есть доски Zero 8,25. Это вот такой вот интереснейший дизайн коллаборации двух мультперсонажей. Барт Симпсон и Бивис. В размере 8,25. Про модель Криса Виммера. Это такой интереснейший райдер, который также катается за Эмерику с очень крутым фронтсайд флипом и супер техничным катанием с очень уверенным щелчком. И я думаю, у вас будет щелчок не ниже, чем у Криса Виммера на этой доске свеженькой в декабре. Это же круто. И еще одна модель с таким вот дизайном небезызвеченнейшего Джеймса Брокмана. Про модель. Тоже в размере 8,25. И вот такая вот графика, коллаборация двух клоунов. Это Рональд Макдональд из... Лицо Макдональдса. И клоун из экранизации Оно. Оно 2. Это произведение Стивена Кинга. Его зовут Пеннинг Байк. Из-под крыла Азира вышло огромное количество очень крутых скейтбордистов. Таких, как Эрик Эллингтон, Джим Грека, Крис Колл, Элиса Стиммер, Джон Ретрей, Джейми Танкоуни. И огромное-огромное-огромное количество профессиональных скейтбордистов, всеми любимых. Обязательно посмотрите фильмографию Зира. Чуваки, это полное мясо. Ребята раньше смотрели это на кассетах и вдохновлялись, прыгали с огромных ступеней, учились кататься по перилам, потому что это было в тренде, это было круто. Все носили узкие штаны, большие кроссовки, клепанные ремни, слушали панк-рок и жестко угорали. Все, что я вам перечислил, в этом есть все Зира. Это настоящий, настоящий, дружный скейтбординг. И это еще не все. В поставке Зира есть две изюминки. Первая изюминка. Это вот такая вот офигенная, офигенная доска. У нее пуловый шейп, радиусная убийца. Но лично я бы повесил ее на стену. Это коллаборация с панк-рок, хоррор-панк-группой, Misfits и безвестной. И также есть такая небольшая фишка. Эти доски лимитированы и их всего 300 штук в мире. Поэтому, чуваки, у вас есть шанс урвать вот такую вот дощечку, повесить ее на стену. И, возможно, когда-нибудь Джейми Томас приедет в Россию, распишется вам на этой доске. А, может быть, вы пойдете на концерт Misfits. Чуваки, кстати, из Нью-Джерси. И они первыми начали играть хоррор-панк. И сделали огромный вклад вообще в рок-музыку. И даже в хэви-мэд, в кард-рок. И, в общем-то, эта доска, я думаю, золотая штучка коллекционера. Приходи за ней. Их очень мало. Думаете, на этом все? Нет. Это еще не все, потому что есть вторая изюминка. Это вот такая вот дощечка классической формы в размере 8,25. Также в коллаборации с легендарной хоррор-панк-группой Misfits. Вот таким интереснейшим рисунком, дизайном в полностью черно-белом цвете. И в фиолетовом логотип группы Misfits. Вот такой вот получился обзор на новую поставку легендарного бренда ZERO. Мы его очень ждали. Я вот вообще супер ждал. В общем-то, расклад такой. Видос набирает 3000 просмотров. Вы ставите безграничное количество комментариев. Хоть 100. Мы рандомно выбираем из этих комментариев ваш. И вам нужно подписаться на канал, поставить лайк. С вами был Скотт Борджоп. Зероард Дайк. Субтитры создавал DimaTorzok